Самый большой подарок для вязальщицы это набор спиц. И вот я получила недавно посылку с Алиэкспресса и расскажу, что это за набор, в чем его плюсы и в чем его минусы. Это набор круговых спиц, но и не только круговых, из 13 различных размеров. Что же входит в этот набор? Здесь спицы пронумерованы по миллиметрам. Вот эти спицы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 миллиметров и самые большие спицы. Вот тут вот 10, 10,5, 11, 13 и 15 миллиметров. Спицы это особые. Спицы разного размера окрашены в разный цвет. Это очень удобно. В торце у этой спицы имеется резьба, куда завинчивается тросик. Спицы эти достаточно острые. Форма конца довольно оптимальна. Вот для сравнения. Это мои любимые спицы. У них более острый конец, а у китайских немножко более тупой. Возможно, это даже является плюсом, когда спицы не такие острые. Они тогда не очень колятся, когда вяжешь. В наборе есть четыре тросика, вот эти красные. И, по-моему, качество этих тросиков очень высокое. Сейчас я покажу их. Вытащу тросики из коробочки и посмотрю, какого они будут размера. Все четыре тросика разной длины. Один вот очень длинный. Самый длинный тросик 54 сантиметра. Следующий тросик 42 сантиметра. Затем 38 сантиметров. И самый короткий тросик 30 сантиметров. И вот что еще есть в комплекте. Это улинители. И из данных тросиков можно собрать более длинный тросик, привинтив один к другому. Вот таким образом получается такой переходник. Для удобства завинчивания здесь есть такая тонкая проволока, крепкая. Можно вставить с обоих концов и подвинтить, чтобы было покрепче, чтобы они не развинчивались. Вот как-то так это делается. Да, действительно тут рычаг получается и можно покрепче привинтить и потом наоборот отвинтить. Это намного удобнее, чем рукой делать пальцами. Также в наборе присутствуют вот такие заглушки. И как я поняла, эта заглушка навинчивается на кончик тросика. Вот так, конечно аккуратненько. И получается в таком случае уже не круговая спица, а обычная спица. Вот как-то так. Мне очень нравится качество этого красного тросика. Он такой несгибаемый. Длина спиц вместе вот с этим металлическим концом тросика составляет 12 сантиметров. Это оптимальная длина. И не большая, и не маленькая. Именно вот такая спица хорошо удерживается рукой. Материал, из которого изготовлена спица, очень похож на алюминий. Насколько он будет царапаться или не будет, это покажет практика. Номера спиц не написаны на спицах. Поэтому определить их можно только с помощью специальной линейки. Эти спицы не являются полыми. И как раз в этом состоит их недостаток. Дело в том, что когда спица тонкая, то она весит очень мало и в руке это не чувствуется. Но самый большой номер спиц это 15 номер. Они довольно увесистые. Ну я бы не стала такими пользоваться. Но я и не пользуюсь. Поэтому не переживаю. Мне нужны тонкие спицы. Так примерно до 8 миллиметров. А вот номер 10 вполне можно работать. Они достаточно легкие. Комплект к моим спицам полагался вот такой бонус. Посмотрим, что тут находится. Здесь есть иголки. Большие иголки с огромными-огромными ушками. Их тут три штуки. Это тупые иголки. У них концы тупые специально для вязальщиц. Вот такой вот прибор. Линейка такая для определения номеров спиц. Сколько миллиметров. Она действительно очень пригодится. Это специальные ножницы. Ножницы защищены. То есть их можно с собой брать в дорогу. Ну что ж, не так уж и плохо. Ну и наконец маркеры, которые всегда пригодятся. Стоимость данного набора счастья для вязальщицы составляет около 24 долларов вместе с доставкой. И это примерно в четыре раза меньше фирменных аналогов. То есть можно купить четыре комплекта за те же деньги. А еще мне нравится качество самого футляра. Он довольно хорошо, добротно сделан. И удобно будет хранить эти спицы в таком органайзере. Кто хоть раз пробовал вязать такими спицами, тот поймет мою радость. Потому что они пригодятся для любой цели. Особенно для вязания свитеров. Я вообще представить себе не могу как можно вязать длинными спицами. Это так неудобно. Только носки нельзя вязать такими спицами. Лучше вязать на коротких носочных. А представьте, насколько удобнее и хранить по сравнению с коллекцией вот таких длинных спиц. Теперь мне осталось только подсказать, где это чудо можно приобрести. Ссылку я оставлю под видео. И очень-очень советую вам эти спицы купить. А еще хочу сказать, что данные спицы бывают не только металлические. Они бывают еще и деревянные. Точно такой же комплект, только спицы облегченные. Мне больше понравились металлические. Потому что они более долговечные, по моему мнению. Нажмите на колокольчик и вам будет мгновенно приходить уведомление, как только появятся новости. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках. За то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!